Раннее утро для этой девушки повод встать, чтобы искать интересные кадры. Молодой фотограф решила принять участие в фотоконкурсе «Стоп кадр». Это совместный проект информагентства ТАСС «Это Кавказ» и DV.Land. На конкурс можно отправить фотографии различной тематики. Повседневная жизнь людей, городские зарисовки и пейзажи, интересные сюжеты, традиции и обычаи и просто необычные места. В целом, всё, на что хватит фантазии. Этот конкурс для меня очень был интересен, потому что я считаю, что все люди, занимающиеся какими-либо вообще отраслями профессии и так далее, они должны заниматься, они должны развиваться, они должны участвовать в каких-то конкурсах, развиваться дальше и идти вперёд. Профессионально фотосъёмками Халимат начала заниматься относительно недавно, после прохождения специализированных курсов. Как говорит сама Халимат, ей всегда нравилось фотографировать и думала, что это легко. Но после того, как освоила все азы фотосъёмки, поняла, что существует много нюансов. Чтобы сделать достойный снимок, нужно придерживаться нескольких основных принципов. Это симметрия, фон, перспектива и многое другое. Но главное, фотографией должен быть смысл, а идея, которую показывает фотограф через призму своего объектива, должна быть донесена. Мне нравится запечатлеть какие-то вообще красивые моменты в жизни, будь то свадьба, может быть, или первый день рождения ребёнка, природу, какие-то явления природы и так далее. Это очень интересно на самом деле, и, видимо, поэтому я решила этим заниматься. На вопрос, что больше всего нравится снимать, начинающий фотограф без раздумий отвечает эмоции людей. А так как на конкурс один участник может отправить пять фотографий, то помимо пейзажа Халимат решил отправить свои работы, сделанные в фотостудии, где есть хромакей. Зелёный фон давно служит инструментом для создания креативных фотографий. Посредством обработки обычное полотно можно превратить в нечто интересное. В фотоконкурсе может принять участие любой желающий, от любителя до профессионала. Для этого вам необходимо зайти на официальный сайт конкурса, посмотреть условия и требования. Затем заходите на свою почту, выбираете необходимую фотографию, которую хотите отправить на конкурс. И затем, копируя ссылку, вы отправляете фотографию. И затем ждёте результаты, которые будут объявлены осенью. И уже в ноябре этого года будут объявлены результаты. По окончанию конкурса жюри выберет трёх победителей. Обладатели первых трёх мест получат ценные подарки от спонсоров. Ислам Джукаев, Мурат Кемрюгов, Архиз 24.